Сакура – это один из основных символов Японии. Олицетворяя быстротечность и очаровательность жизни, цветение сакуры стало культурным феноменом, понаблюдать за которым хотел бы каждый в своей жизни. Хотя бы для того, чтобы понять, за что этим явлением так сильно восторгаются. Но вы перешли на этот ролик для того, чтобы понять, какой же символизм скрывается за данным пакта Кучики Бьякуи, который вобрал в себя этот концепт, и узнать, что же он для него значит. Всем боброн, Тадо здесь, и сегодня в рубрике «Все про» мы разберем Сенбанзакуру, занпакта, который отразил в себе самого гордого персонажа блича. Больше чем Бьякуя могут быть горды только Куроги Хаома, Симранд, Зузузаза и Дед, которые подписались на мой канал и теперь получают постоянные внедрения качественного контента по бличу прямо себе в ленту ютуба. А я упомяну и вас, если вы подпишитесь на мой канал, а также напишите любой приветственный комментарий под этим видео, чтобы поздороваться со мной и со всеми членами нашего Блич-комьюнити на ютубе. Добро пожаловать. Для начала давайте поговорим о самом Бьякуе как о персонаже. Полноценный разбор его персонажа уже есть на моем канале, поэтому тут мы затронем только ту часть, которая важна для раскрытия его занпакта, возможно затронув вещи, которые я не включил в тот ролик. В своей натуре Бьякуе аристократ, причем самый аристократичный аристократ из всех, которых мы видим в истории. Семья Кучики воспитала в нем гордость за свое положение, за свой клан и свое происхождение, а также научила чтить законы и порядки, которые были установлены в обществе душ задолго до его рождения. Тем не менее, Бьякуе был открыт к чувствам и даже повзрослев, был весьма гибким в разных ситуациях, а его происхождение не ударяло ему в голову. Из-за этого юный глава клана Кучики смог полюбить и жениться на простой девушке из Рукангая, приняв ее в свою семью, пойдя даже наперекор традициям своего клана. Но он не был бунтарем, подобно Ичига, потому даже такие поступки он принимал с честью аристократа, а любые такие свои действия расценивал как недостойное поведение, которое недопустимо для аристократа. Он всегда действует опираясь на свой статус, стараясь выступить примером для всех в обществе душ, тем, на кого могли бы смотреть с восхищением. В его голове ценность жизни куда меньше, чем честь и гордость, которую он несет, потому он упускает моменты наслаждения этой жизнью, пропуская многие важные моменты из виду. Он старается сосредоточиться только на том, что важно для его статуса, из-за чего он упускал моменты с любимой женщиной. Весь находясь в работе, он не смог толком побыть с ней, дотянув до момента, когда Хисану умерла, сжимая его руку. Моменты с руки он также пропускал, когда не проводил время со своей любимой сестрой, не разделяя с ней ее успехи и развития. Из-за этого она чувствовала себя чужой для него, и он не мог толком подступиться к ней, даже после событий ее безуспешной казни. И лишь в моменты, когда никто не видит его чувств, и когда это сложнее всего заметить, или наоборот, когда его чувства перебарывают его убеждения, и удерживать их становится невозможно, он открывается совсем с других сторон. Думаю, нам также стоит поговорить о поэмах, в которых Куба описывает Бьякую. К сожалению, я забыл включить их в анализ его персонажа в отдельном видео, так что сейчас будет отличным местом и временем, чтобы их разобрать. Всего Куба написал три поэма, в которых говорится о Бьякуе. Они находятся в томах под номером 7, 17 и 47. Первая поэма гласит следующее. В этой поэме отлично раскрывается весь персонаж Бьякуе до столкновения с Ичига. Кучики с самого детства учился подавлять свои эмоции и чувства, ради того, чтобы всегда поступать рационально и разумно. Он всегда разделял чувства от логики, чтобы принимать только логичные решения. Он знал, что если чувства начнут играть роль в принятии им решений, то он не будет знать, как ему поступить, если чувства будут идти наперекор правилам и традициям. Вторая поэма повествует о противостоянии Рэнджи и Бьякуе, которые, словно два абсолютных разных мира, решили сойтись в битве. Часть, которая повествует о Бьякуе, отражена в белом цвете. Кровь – это символ жизни, кость – смерти. И это то, что каждый из них пытался отстоять для Руки в их битве. Одиночество – это чувство Рэнджи, которое тот испытывал, когда Руки оставила его, присоединившись к клану Кучики. Тишина – это реакция Бьякуе на ее присоединение. Чутье зверя – это желание Рэнджи превзойти Бьякую, но осознание и страх, что тот ему не по силам. Где, как он сам говорит, «Я лишь трусливая дворняга, которая может лаять, но у которой не хватает смелости укусить». Сердце Бога – это высокомерие Бьякуе, который даже не смотрел на Рэнджи как на кого-то достойного, не замечая его сил и стремлений. Тающая ненависть – это ненависть Рэнджи к самому себе за то, что он не сказал Руки о своих чувствах. Эта ненависть начала таять из-за того, что ее жизнь оказалась под угрозой. Замерзающий крик боли – это боль Бьякуе от принятого им решения дать казни Руки случиться. Он начал замерзать от приближения этого момента. Тени, поедающие в ночи – это аллегория на подготовку Рэнджи напасть на Бьякую, словно зверь, затаившийся в ночи, готовящий свои клыки, чтобы вонзить их в добычу. Вздох, пронзающий луну – это стремление Ичига спасти Руки, которые заставили Бьякую засиять надеждой, а Рэнджи – пасть от собственной слабости и рук холодного Кучики. Третья же поэма находится в 57-м томе под заголовком «Закончившие цветения», или же «Оставшиеся без цветения», символизирующий не только о потере Бьякуэ и Сенбанзакуры Кагьёши, но и о его кончине, которая должна была произойти после его битвы со Зноттом. Поэма тут весьма короткая. Опадающий даже без цветения. Красиво, как и рассеивающееся пламя. Данная поэма прямо говорит о намерениях Куба завершить историю Бьякуэ в этом томе, как и историю Ямамото Генрюсая. Этот том должен был стать последним для них обоих, где Бьякуэ красиво опал даже без цветения Сенбанзакуры, причем дважды, фигурально, так как опустил свою гордость и попросил Ичига о помощи, так и буквально, пав на землю после того, как окончательно лишился сил. Также Ямамото, наконец, отправился на покой, как и рассеивающееся пламя, оставленное им после боя. Эти поэмы хорошо дают понять персонажей в той или иной части истории, поэтому я хотел вставить их в разбор хотя бы в данный ролик, так как это помогает нам лучше понять Бьякуэ, его чувства, эмоции, опыт, ну и также его логику. Его воспитание и все перечисленное мной ранее, а также взгляд на вещи, все это легло в основу его Занпакта, который мы прямо сейчас и начнем разбирать. Но перед тем, как начать говорить о самом Клинке, а также его формах Шикая и Банкая, считаю, что стоит уделить пару слов и самому духу Занпакта Бьякуэ, который мы видели в арке Восстания Занпакта в аниме. Как многие знают, дизайны и характеры духов Занпакта для этой арки рисовал сам Куба, потому некоторые их особенности упускать не стоит. Выглядит Сенбанзакура в материализованном виде, как высокий мужчина в маске, похожий на традиционные маски самураев. Однако вместо традиционной брони Сенбанзакура носит фиолетовое кимоно, которое обвязано белым поясом с имитирующими лепестки Сакуры концами. Из брони на Сенбанзакуре только на плечнике. Весь вид Сенбанзакуры кричит о его доблести, его крутости. Однако, как только мы знакомимся с ним поближе, мы понимаем, что это лишь фасад для довольно вспыльчивого, эмоционального и в какой-то степени заботливого по отношению к Бьякуэ и его близким Занпакта. Это также отлично отражает Бьякуэ, как вы могли понять. Что же, пора поговорить и про сам Клинок. Запечатанная форма меча Бьякуэ – это классическая катана с индивидуальной гардой и розовой оплеткой рукояти. Ничем примечательным она не выделяется, однако форма гарды запечатанной формы уже несет в себе некий символизм. Гарда меча Бьякуэ имеет форму ровного параллелепипеда, поделенного на четыре ровные части двумя пересекающимися линиями. Эта простая и вполне легко запоминающаяся форма отражает персонажа Бьякуэ со стороны перфекциониста, а точнее того, кто желает, чтобы все всегда соответствовали некоему порядку. Крест, разделяющий гарду на четыре части, символизирует его пересечение личных стремлений со стремлениями его семьи, которые юный Кучики разделяет между собой. Вся примечательность заключается в Шикае. Имя его Шикае Сенбанзакура переводится как «Тысяча опадающих лепестков сакуры». При команде «Опадай» Сенбанзакура принимает форму тысячи и тысячи тонких и острых лезвий, как бы разделяя лезвие изначальной катаны на эти мелкие части. Эти лезвия способны летать по воздуху и управляются самим Бьякуэ с помощью рукоятки от катаны, которая остается в его руках. Из-за отблесков света эти лезвия создают розовые блики, которые делают их похожими на лепестки сакуры. Этот Шикай позволяет Бьякуэ эффективно и порой неожиданно атаковать ничего не подозревающего врага, а также дает ему некое преимущество над противниками, которые не знают о его способности. Этот Шикай по сути является очень острым набором лего, из которого Бьякуэ может собирать и создавать какие угодно конструкции и управлять ими на расстоянии. Однако на протяжении почти всей истории Бьякуэ как будто не понимает этого, используя Сенбанзакуру только одним и тем же образом. Чаще всего он просто активировал Шикай и позволял лезвием пролетать мимо врагов, изрезая их с разных сторон, что хоть и выглядит красиво и поэтично, чаще всего ставило его в невыгодную ситуацию, где его враг мог отразить атаку, которая буквально направляется в его сторону на таран. После тренировки во дворце Короля Душ, Бьякуэ осознала, насколько классным Занпакта обладает и теперь пользуется своим Шикаем так же, как и своим Банкаем, реализуя свой лего-потенциал и используя лезвие Сенбанзакуру креативнее. Данный Шикай, по сути своей, является достойным олицетворением выражения «Картина достойная смерти». Увидев опадание лепестков Сакуры, слабым выжить не дано, но сам символизм же этой формы отражает как раз желание Бьякуэ быть примером для подражания и объектом восхищения в глазах многих, при этом оставаясь таким же сильным и смертоносным для любого врага, как холодное лезвие его лепестков. Подобно тому, как восхищение опадающей листвы Сакуры завладевает всеми людьми, наблюдающими эту картину, Бьякуэ приковывает к себе внимание своей силой и достоинством. В этой форме суть падения лепестков Сакуры отражает больше судьбу противника в глазах Бьякуэ, нежели его собственную душу. Проблеск лезвий, который создает Сенбанзакура, пролетая рядом с врагами, становится последним, что они видят, ведь их мимолетная жизнь пролетела вместе с этими же лезвиями в этот же самый миг, лишь потому, что они не ценили свою жизнь, раз встали на пути великого Бьякуэ к Учики. Тем не менее, Сенбанзакура не обделена и слабостями. Например, прежде чем лезвие его клинка распадется на лезвия, его высвобождение можно остановить, если ударить по лезвию или обмотать его до начала распада. Также из-за малого числа лезвий мощные атаки с большим радиусом поражения могут отразить их, если они направляются в одном направлении из одной точки, как это сделал Ичига своей Гецугой в арке спасения руки. Кстати, разбор зонпакта Ичига уже есть на моем канале, поэтому вы можете оценить его по подсказке сверху. Самая же большая слабость Сенбанзакуры – это безопасная зона. Дело в том, что несмотря на всю опасность Сенбанзакуры, для врагов лезвия могут порезать и Бьякую, если он будет неаккуратен. Поэтому его зонпакты имеют некую безопасную зону вокруг него, в которую лезвия не залетают, только если сам Бьякую не направит их туда. Эта безопасная зона является огромной слабостью для Бьякую, если враги узнают о ней. Ведь тогда они поймут, что для победы им необходимо не отступать от Кучики, а наоборот наступать и использовать тот факт, что Сенбанзакура может ранить и его самого, если он попытается защититься. Эта слабость отражает и слабость самого Бьякуи, а точнее слабость его фасада, который он создает для других, в котором Кучики не подпускает никого, даже свою сестренку к себе, из-за желания соответствовать стандартам его семьи. Если же это происходит, то его собственная гордость может ранить его самого в попытке сохранить этот фасад и свое лицо в глазах других людей. Так же, как он ранил себя во время казни Рукии, переживая за нее, но отказываясь ей помочь ради того, чтобы оставаться примером законопослушности для других шинигами. Причем, эта слабость сохраняется у него как в Шикае, так и в Банкае, о котором настала пора поговорить. Имя его Банкая, Сенбанзакура Кагиоши, переводится как величественный вид тысячи опадающих лепестков Сакуры. Во время его активации Бьякуя отпускает свой клинок, бросая его на земь. Как только лезвие касается земли, оно словно уходит под воду, создавая круговую рябь от места падения клинка. В момент, когда лезвие полностью погружается под воду, сзади Бьякуи с двух сторон начинают подниматься тысячи огромных клинков, которые, подобно Шикаю, и распадаются на лезвия, образуя миллионы острых лепестков, готовых как цунами обрушиться на врага. Одно лишь количество данных лезвий позволяет Бьякуе легко справиться с противниками, которые вызывали проблему у его Шикая. Здесь Бьякуе не только реализует потенциал лего своего зонпакта, но и отлично справляется с тем, чтобы пользоваться количеством своих лезвий, стараясь окружить врага, погрузить в свой океан лепестков и швыряя его из стороны в сторону, лишь еще больше разрезая его в куче острых и опасных, однако очень красивых и блестящих на свету лезвий. Так как лезвия, как я и сказал, выполняют роль лего, Бьякуе способен создавать из них различные конструкции для того, чтобы справляться с оппонентами в зависимости от ситуации. Такие приемы он называет сценами или же видами, как при совместном созерцании падения лепестков. Мы знаем только три сцены, которые Бьякуе продемонстрировал в манге, и каждая из них олицетворяет разные ипостаси, но для начала обсудим их возможности. Сенкей Сенкей — это одна из первых сцен, которые мы видим в исполнении Бьякуе. Переводится Сенкей как «сцена истребления» или же «убойный вид». Для ее создания Бьякуе должен использовать все имеющиеся у него лепестки, чтобы создать мириад клинков, похожих на его запечатанный Занпакта, окружая ими врага и создавая аналог арены, которую нельзя покинуть, не оказавшись атакованным клинками. На этой арене ему подвластны все мечи, которые летают вокруг. Однако, Кучики предпочитает не использовать их все сразу против своего врага, хоть он и может атаковать ими разом с помощью техники Икка Сенжинка. Чаще всего он предпочитает призывать их по одному, чтобы атаковать ими врага и разделаться с ним своими собственными руками. В данной технике безопасной зоны нет, что говорит об отсутствии этой слабости не только у Сенбанзакуры, но и у самого Дьбьякуи в этот момент. Решая добить врага собственными руками, он расширяет свою безопасную зону и позволяет врагу подойти поближе, для того, чтобы ранить его своими собственными руками и убить своего противника. Гокей Гокей, или же сцена поглощения, это техника, которой Бьякуя пользуется нечасто, но явно стоило бы. Можно считать, что это прием подавления противника, в котором Бьякуя постепенно окружает лезвиями всю территорию сражения с врагом и создает некую сферу, которая медленно, но верно сжимается, в конечном счете разрезая и поглощая врага в бесконечной мясорубке из лепестков Сакуры. В этой сцене для Бьякуи критично сохранять свою безопасную зону и отдалить от нее врага, чтобы тот не попытался укрыться от атаки в ней. По сути, это вся суть Гокея. Какое бы масло масляное не было, то, что я сейчас сказал. И мы можем перейти к последней финальной технике, которую он в целом использует как свою финалочку, как свою сильнейшую атаку, по его словам. Шукей Хакутейкин Это преимущественно добивающий прием для Бьякуи, в котором он соединяет и спрессовывает все имеющиеся у него лепестки Сенбанзакуры в один плотный меч, собирая всю мощь своего банкая в одном ударе. Эта техника переводится как «финальная сцена» Меч Белого Императора и является сильнейшей техникой Бьякуи, по крайней мере, по его словам. Из-за сильной компрессии и множества лепестков они не умещаются в один лишь клинок, образуя также крылья и нимб белого цвета позади Бьякуи, и спускающие не менее сильную ауру Риатсу. Безопасной зоны у данной атаки также нет, что свидетельствует о довольно сильной разнице в ментальности при использовании этих форм. Как я не упомянул возможно ранее, Гокей использует безопасную зону в отличие от Шуки и Хакутейкина и его Сэнкии. Банкай Бьякуи полностью отражает его внутреннее и скрытое ото всех «я», которое зачастую не так уж и сильно отличается от его поверхностного, который отражает Шикай. Однако, в отличие от этой формы, Банкай отражает не отношение Бьякуи к противнику, а самого Бьякую. В этой форме лепестков Сэнбанзакуры становится намного больше, отражая его гордость и статус, как и прежде. Сражаясь им, Бьякуя пытается подавить противника, раздавить его своим положением, указать на разницу в их силах и сломить подвесом океана лепестков. Его безопасная зона, олицетворяющая его слабость в виде его собственных чувств, может стать преградой для таких моментов. В форме Гокей это явно легко можно проследить, ведь окажись враг близко к его безопасной зоне, то Гокей бесполезен. Точно так же, как если бы на территории Гокея был дорогой Бьякуи человек. Его гордость и убеждения могут навредить тем, кто ему дорог. Потому, используя Гокей, Кучики беспокоится о тех, кто рядом, как в битве с Замарис, создав барьер вокруг руки и Ханатора. Когда же он использует Сен-Кей, он наоборот дает волю своим чувствам, направляя всю свою гордость и свои эмоции более четко и точно на одного своего врага. Шу-Кей Хакутайкин же, это олицетворение воли и стремлений Бьякуи. Вся гордость, которую он имеет, и все эмоции, которые переполняют его, все это становится частью одного клинка, который поражает врага, если воля Бьякуи сильна, и стремление поразить врага в нем твердо. Он становится подобен ангелу, так как, что бы ни вело Кучики, чувство или гордость, он сражается из своих чистых намерений, как аристократ и глава благородной семьи Кучики, выступая за общество душ. Ну, кстати, говоря о Шу-Кей Хакутайкине, возможно, он не совсем ангел. Довольно интересный и забавный факт, о котором уже много кто знает, но, возможно, забыл. Шестой отряд был единственным из всех показанных отрядов, в котором содержали адских бабочек, которых мы видели. Более того, Шу-Кей Хакутайкин имеет очень знакомый нам теперь нимб, выпирающий наружу, словно вышедшая наружу дыра заэляппора. Что же все-таки связывает клан Кучики с Адом? А еще и Рукия, которая как-то связана с Адом, стала частью этой семьи. О, вы не знали, что Рукия как-то связана с Адом? Ну, тогда я советую вам перейти вот к этому ролику по подсказке сверху. А я на этом прощаюсь. Спасибо всем платным подписчикам на Бусти. Для вас этот ролик вышел гораздо раньше, и если вы, будучи зрителем на Ютубе, тоже хотите поддержать меня и раньше смотреть ролики от меня, то рекомендую подписаться. Платная подписка стоит всего 100 рублей в месяц и уже дает вам возможность получать контент раньше, а также существенно меня поддерживает. В целом же, спасибо вам за просмотр, удачи вам, здоровья и боброн!